Два дня остаются до Дня Победы и в преддверии главного праздника страны повсюду чествуют ветеранов. В Центре социального обслуживания на фронтовом огоньке звучали песни военных лет. Ветераны вспоминали свои фронтовые будни, а подрастающее поколение дарило положительные эмоции. К чайпитию присоединилась и наша съемочная группа Александра Коваленко продолжит. Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на рекой Катюша, на высокий вечер. Усидеть на месте и не подпевать было невозможно. Когда зазвучала фронтовая песня, не удержались даже те, кто о войне знает лишь понаслышке. А именно она и поднимала боевой дух, давала силы и наполняла положительными эмоциями. Катюша, которая была написана в далеком 1938 году, прошла всю войну, сквозь пули и сегодня она любима. Ветеран войны Магомед Капушев, услышав Катюшу, невольно вернулся в те окопы, к боевым товарищам, многие из которых так и остались на полях сражений. В глазах ветерана и радость, и скорбь. Такие значимые священные, святые дни и даты мы не должны забывать, несмотря ни на трудности, ни на тяготы. Поэтому в условиях норм соблюдения санитарно-гигиенических мы проводим те мероприятия, которые по праву должны проводиться всеми. В уютной дружеской атмосфере ребята со своими старшими наставниками слушали рассказы о военном времени, о том, как тяжело приходилось советским солдатам в суровые годы войны. Минутой молчания они почтили память тех, кто не вернулся и защищал нашу родину. Своё представление о войне ребята отразили на бумаге. Яркие работы они представили на празднике. Вечный огонь, как символ вечной памяти. Эту композицию Радмир Качиев специально выполнил для уважаемого ветерана, а также выучил стихотворение. На рядный букетик груди прижимая, читаю стихи про 9 мая. В зале такая стоит тишина. Я помню слова, а сказать не могу, как дедушкин дед не сдавался врагу. За родину дрался, за мир, за меня, но так не дожил до победного дня. Его погубила фашистская мина. Он дом не достроил, не вырастил сына. Почему-то кричу в тишину. Давайте к нам больше не пустим войну. В сопровождении мамы Зарины Радмир Качиев посещает этот центр уже более двух лет. С радостью, с энтузиазмом ребёнок ходит на занятия, готовя домашнее задание с полной ответственностью. А ещё ждёт встреча с друзьями, с которыми занимаются вместе. Занимаемся с педагогами, с психологом. Ребёнку очень нравится посещение центра, так как у нас проходит здесь развитие, развивающие игры. Занятия с психологом очень интересные. Ранее мы занимались дома, так как ребёнок не ходил. Огромное спасибо за предоставление автомобиля, так как у нас ребёнок был колясочник. Нам предоставляли машину. Работники центра с профессионализмом подходят к делу. Огромную благодарность как сотрудникам, так и посетителям, потому что идёт общее развитие. Сегодня в Центре социального обслуживания население получает услуги 40 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы, а также 163 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Занятия музыкой, пением, рисованием, физкультурой сближают всех ребят, делая их одной дружной семьёй. Ах, как хочется мне травы ухать, красных махать полежать на земле. Александра Коваленко, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.